добрый день дорогие друзья меня зовут алексей коваль я технический сотрудник spv company ltd и сегодня мы снова в эфире на вебинаре посвященной защитной фурнитуре ростекс напоминаю что все наши вебинары пишутся и в дальнейшем в дальнейшем выкладывается на youtube канале spv company ltd где вы можете их посмотреть в удобное для вас время также просим при входе на вебинар регистрироваться в чате за каждого вошедшего spv company ltd перечисляет помощь украинской локс мастер федерации ну теперь давайте поговорим о теме нашего вебинара скажем так для чего нужна защитная фурнитура для дверей ну мы уже говорили несколько раз на разные темы вебинаров ну как бы не грех и повториться о том что замок на двери это общее понятие некой конструкции которая состоит из нескольких частей да то есть они все немаловажные там можно ставить разную степень важности но в принципе как правило это три основные части да это непосредственно исполнительный механизм который выдвигает регеля то есть это непосредственно сам механизм замка который закрывает дверь это то что что управляет этим самым замком зачастую это цилиндры но это может быть и набор сувальд в самом корпусе замка но в принципе мы агитируем за именно за цилиндры потому как они более безопасны в этом смысле ну и зачастую цилиндры как бы являются там наверное основные основной частью замка потому что собственно они несут основную секретность этого замка то есть сложность ключа и так далее вот но все это не что все это не что что корпус замка что цилиндр как бы без защиты потому что цилиндр достаточно легко и мы несколько раз говорили об этом то есть цилиндр достаточно легко ломается и вся его секретность идет по боку вот и сам замок открывается там ну именно цилиндровый достаточно легко после того как сломан цилиндра то есть передвигается просто решетка регуля задвигается и дверь открыта поэтому всю эту конструкцию что корпусом каждого цилиндра необходимо в двери защищать вот защищать именно от силового воздействия если против интеллектуального взлома работает непосредственно цилиндр потому что никто не пытается в силу сломать до пытаются там открыть с помощью неких устройств отмычек и так далее то именно силовой взлом а он преобладает потому что не все обучены работать отмычками и основной способ проникновения в помещении это все-таки силовой взлом так вот против силового взлома необходимо защищать что цилиндр что замок и для этого собственно служит защитная фурнитура которая защищает всю эту конструкцию ну и непосредственно сегодня мы представляем защитную фурнитуру производства предприятия ростекс что находится в чехии предприятие ростекс довольно скажем так 95 лет по моему в этом году исполняется этому предприятию вот то есть это у нас дата рождения 1925 год от рождества христова в небольшом городишке в марафской этом области чехии было основано это предприятие которое изначально работа с металли с металлом и выпуск металлических изделий разные там и фурнитурки и садовые инструменты так далее так далее то есть это изначально это было литье цинка из латуни все изготовлялось и где-то в тридцать восьмом году если правильно помню был было обновлено производство и с тех пор предприятие вышкове вышков это город в котором он работает работает с нержавеющей сталью и выпускает свою продукцию именно из нержавеющей стали и по сей день это по моему единственное предприятие хотя могу ошибаться которая в чехе выпускают именно фурнитуру именно с нержавеющей стали ну и на протяжении всей своей истории то есть они совершенствовали свою свои умения свое производство и в настоящий момент мы с удовольствием представляем в украине продукцию этого предприятия но они также продолжают выпускать и другие типа продукции то есть основное для нас это все-таки защитная фурнитура также у них есть достаточно широкий ассортимент межкомнатной фурнитуры но об этом как бы в другом другом вебинаре но также они выпускают там таблички цепочки и садовая садовый инструмент колесики там так далее все это продолжается это достаточно высокого качества ну давайте теперь посмотрим непосредственно защитную фурнитуру так с чего начать до чего начать наверно с 800 827 да где то есть ну да то есть тут в принципе стоит оговориться что принц и существует четыре класса классифицируется фурнитура по четырем классам европейским ноту но они так и идут 1 2 3 4 и в прошлом вебинаре мы немного цепляли эту тему когда говорили допустим броненакладка дай всегда класс 5 вот на самом деле пятого класса как такового не существует но само название класс 5 говорит о том что ну типа превышает там наивысший четвертый класс который там предназначен для фурнитур ну в принципе что у нас там впереди да практически на каждой коробке фурнитуры ростекс представлена это самая пирамида безопасности вот где обозначена эти самые четвертый класс ну с первого по четвертый класс и указано непосредственно какому классу относится там та или иная фурнитура да то есть вот допустим коробка да вот на ней сейчас алексей прицепит назад микрофон и его подключу чтобы да просто сверху его цепляет соскочила на так слышно да 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 в нижнем левом углу практически на каждой коробке фурнитуры указано какому классу безопасности блин лежит та или иная фурнитура данном случае фурнитура принадлежит к третьему классу разворачиваем это самая пирамида безопасности обозначена различия между классами учить позже да пока они в принципе сейчас то есть ну классов немного поэтому как бы различия достаточно кардинальные между фурнитурами то есть первый класс это общее общая защита ну то есть практически себя там любая фурнитура как бы это по умолчанию первый класс да то есть вторая идет как ну у чехов как достаточная достаточная охрана то есть это фурнитура которая крепится уже сквозными винтами ну там не столь мощными и так далее вот и третье это самый распространенный класс фурнитуры это по сути та же фурнитура ростекс это практически вся третьего класса вот я вам показывал то есть это уже достаточно мощное крепление между внутренней и наружной частью фурнитуры некие защиты цилиндра то есть протекторы да то есть ну и вся эта мощная конструкция которая позволяет достаточно долго противостоять силовому злому и четвертый класс это самый высокий и по сути он появляется после того как на фурнитуре появляется дополнительная точка крепежа вот в руках у меня фурнитура четвертого класса и здесь не два винта которые не просто два винта которые стягивают фурнитуру снаружи и изнутри а появляется третий винт который ну соответственно под него должно быть отверстие в корпусе замка вот который тоже стягивает и при появлении этого винта возникает дополнительная ну как бы надежности . крепление . крепления да и естественно увеличивается время по вскрытию ну и такой фурнитуре присваивается четвертый класс по безопасному увеличится наверное усилие необходимое для того чтобы оторвать потому что между начальными точками крепления есть там какое-то расстояние порядка плечо как бы достаточно большое чтобы было отодрать здесь эти пыли плечи уменьшается естественно для этого для приложения скажем так для отрыва надо приложить гораздо больше усилия вот и вот это уже четвертый класс безопасности ну вот в принципе напоминаю что скрытие двери измеряется двумя параметрами это временем вскрытие и шумом произведенным при этом вот и скажем на парк на показовых испытаниях да то есть шум как бы задвигается в угол как бы на него никто не обращает внимание то есть измеряется только время вот и скажем так самая стойкая дверь по всем параметрам устойчивая ко взлому против профессионального подхода с электроинструментом не выстаивает и 30 40 минут то есть речь не идет о часах речь идет именно минута вот по статистике вскрытия то что как бы периодически публикует министерство внутренних дел но если закапываться глубже то в принципе среднее время вскрытия среднестатистической двери злоумышленниками составляет порядка до 10 минут вот 10 минут в этом смысле это критическое время почему потому что скажем так если там вор может скрыть дверь до 10 минут он за нее может взяться если больше 10 минут он либо первоначально как бы адекватно оценивает свои силы и либо не берется за нее либо ну там по прошествии времени если столкнуться с какими-то трудностями он ее бросает почему потому что после 10 минут ну там по экспоненте возрастает вероятность быть застегнутым на на месте преступления но там как бы нервы и так далее и тут как раз фактор шума играет свою роль то есть он не может позволить себе там прям включить болгарку хотя конечно случае разные бывают ну вот там и там полосовать дверь вдоль и поперек поэтому наша с вами задача это обезопасить дверь хотя бы хотя бы на эти самые 10 минут и каждый винтик и в конструкции замка я веду ну во всех его составляющих замки цилиндры и фурнитура каждый винтик и каждый миллиметр там брони и миллиметр в диаметре крепежных болтов добавляет какие-то секунды какие-то минуты к вскрытию то есть чтобы нам набрать эти самые 10 минут при как только мы набираем какие-то гипотетические 10 минут можно сказать что наш наша дверь или дверь клиента она там защищена в достаточной степени против там каких-то 90 процентов возможности продикновения ну непосредственно к моделям перейдем до 4 наверно дали 802 807 802 807 скажем так как базовая но от этого не менее популярная фурнитура это базовая фурнитура ростекс она идет еще без броненакладки но она идет с третьим классом защиты характерно чем тем что у нее достаточно толстые винты которые стягивают новые винты восьмерки которые идут стандартного всей фурнитуре ростекс стягиваются сквозь дверь 22 штуки плюс защитная пластина которая идет в комплекте с фурнитурой вот здесь вы увидите чашка которая закрывает перед замка и ну и и защищает цилиндр с боков от выхвачивания то есть фишка этой фурнитуры в том что она скажем так проявляет свои защитные свойства тогда когда вы правильно подбираете размер цилиндра если вы подберете размер цилиндра так чтобы он как бы не выступал за габариты фурнитуры ну там плюс-минус один миллиметр то он у вас будет прекрасно и защищать потому что переднюю часть достаточно трудно сковырнуть из-за тех уст той защиты который вам показал то есть металлическая чашка пластиной плюс стяжные винты к самому цилиндру подобраться кроме как в лоб никак нельзя то есть захватить его сломать вытянуть ну и остается идти только сквозь цилиндры здесь большую роль играет уже непосредственно сам класс защиты цилиндра да то есть если цилиндр простых там без защиты сверления классов здесь поставить то естественно его просверлят вынут и так далее поэтому с такой фурнитурой желательно ставить конечно цилиндры классом повыше которые обладают своими стержнями противосверливания вытягивания плугов там ну как можно больше наворотов да допустим облой протек 2 наверное идеальный вариант для использования с такой фурнитуры облой протек там сам передняя часть в корпусе из закаленной стали вот и защита от весельной и так далее так далее вот такая фурнитура следующая за ней это что она по стоимости не подскажешь цены наверно стоит на витрине смотреть да вот это давай на витрину переключимся где мыши нажми она деактивировалась ой да вот сейчас секунду дай мышья да вот она на первой странице 807 фурнитура в цвете chrome сколько на 1400 полторы тысячи гривен она стоит вот вот она да ладно вот в хроме ну там дороже в желтом цвете и в коричневом помню много дороже то есть вот она полностью показана вот это чашка да и называют чашка то есть там есть внешняя пластина уже веки до которая ну как бы не вот эта чашка грубо говоря потом идет вот пластина вот видишь вот это внутри пластина которая прикрывает эту чашку образует такую замкнутую конструкцию и цилиндр проходит между вот этими двумя частями то есть а они прецизионно сделаны то есть он там цилиндр вот только вход ну как был эти нюансы обязательно надо рассказывать моментом потому что многие увидев тонкий металл декоративной части фурнитуры сразу начинают ну как бы у них немой вопрос в глазах да что что за защитная фурнитура где то что r1 r4 отличается от этой фурнитуры только наличием броненакладки броненакладки да и когда люди видят этот тонкий металл у них там невольно возникает вопрос надо на эти моменты обращать внимание что ребята это только декор сверху а на самом деле вся защита она вот там достаточно металл классно сделан там и так далее да вы увидите вот сверху здесь на фотографиях представлены это пластиковые заглушки но пластиковые заглушки они заглушают всего лишь внешнюю декоративную часть то есть под ней находится полноценная чашка то есть металлическая там сколько я бы ценил на на в два с половина миллиметра толщиной чтобы ее сковырнуть ну как бы надо очень и очень постараться то есть вот комплектация фурнитуры это и шаблончик так она упакована переключена вот откладываем ну по сути следующее за ней это полный родственник это фурнитура r1 r4 вот такая вот у нас не турка в модном черном цвете кстати очень модный тренд в этом сезоне черный матовый цвет та же самая конструкция чашка из нержавейки пластина которая закрывает эту чашку образуют некую капсулу через которые проходят цилиндр но добавлено еще броненакладка снаружи броненакладка снаружи как показать как раз наверно черный не самый удачный вариант для показа это были фурнитура вот кроме да чтоб было видно то есть она там приварена достаточно сильно да вот сюда показана то есть хорошие такие две точки сварки капитальные то есть оторвать саму броненакладку от декоративной части там ну он рил я ни разу не видел я видел взломанные фурнитуры и ростекс тоже там кто-то постарался вот но так чтобы именно саму броненакладку оторвали я не видел ни разу сбивать пытались да и да они там вот с одной стороны с другой стороны на моей практике был возврат один фурнитуры когда покупатель попросил дайте мне хорошую фурнитуру недорогую как всегда вот ну было предложено вот вот что-то такое универсал вот за вменяемые деньги еще там по акции она там что-то у нашло вот человек купила на следующий день он при приехал и чуть ли не в лицо бросал мне эту фурнитуру с криками что же вы роботы там типа на коленке в гараже паяете а мне короче потом продаете за какие-то деньги то есть и вся аргументация его сводилась к вот этим двум ну точкам сварки то есть они ему внешне не понравились там аргументы в качестве того что там чувак она все внутри как бы ты же этого не увидишь снаружи все хорошо мы это не в гараже это мы в гараже в чехии появится мы тогда не подействовали вообще от слова никак то есть ну есть такое да то есть но суть в том что как бы может быть она не сильно красиво но повторюсь это все внутри да то есть но зато мощно это все сделано мощно когда таким клиентам можно просто сказать что это все-таки техническое изделие да понятно что снаружи она имеет презентабельный вид но внутри не исключены какие-то технологические и конструкционные да тут элементы играет роль большую именно общение с клиентом непосредственно и ну как бы люди приходят разные у них как бы свое представление там о замках причем она берется у каждого свое да то есть нигде не преподается там этот предмет по замкам и так далее у каждого свое представление и наша с вами задача это рассказать клиенту как дело обстоит на самом деле что действительно это инженерное изделие то есть она поставлена первого-наперво на защиту причем защиту снаружи от проникновения там то или иное помещение декоративная часть она конечно немаловажно да но она вторично по сути своей вот потому что придают значение внешнему виду именно в момент выбора покупки на самом деле после того как фурнитура там ну или замок установлен проходит неделя и уже никто не обращает внимание на какого цвета у него ручка спроси у кого у соседа какого цвета торцевая планковую замка он не вспомнит но при продаже как бы все придают мне серо-буро-малиновый с матовым оттенком то есть таком духе поэтому немаловажно объяснять клиентам именно техническую сторону вопроса чтобы они хоть как-то проникли с этим моментом так ну по р4 в принципе мы поняли я кстати выложил все с нажимными ручками а вот есть фурнитура я только хотел сказать что я еще и да каждая модель фурнитура которой мы говорим говорили и будем говорить она существует в двух вариациях по ручкам да то есть это две нажимные стандартные две нажимные ручки снаружи и внутри как мы привыкли да то есть и для когда она установлена на замке с цилиндром все хорошо установлено то есть это то к чему мы привыкли для того чтобы зайти надо открыть ключом дверь нажать на ручку зайти до но дверь за тобой закрывается и тебе чтобы ее закрыть на регуляр также необходимо вставить ключ и точно также и фурнитура с фиксированной ручкой снаружи этого такая ручка она на самом деле вправо или влево становится при монтаже ну в зависимости от сторонности двери чем удобно эта ручка надеюсь все знают но повторюсь то есть фиксированная ручка дает то преимущество что нет необходимости закрывается за собой дверь на ключ ну особенно когда вы домой пришли захлопывая дверь дверь садится на фалевую защелку замка и стоит на ней снаружи нажать на ручку вы не можете на эту фиксированную ну соответственно задвинут фалевую защелку то есть снаружи как бы достаточно труд трудно ворваться изнутри имея нажимную ручку всегда нажимаете на ручку втягиваете файловую защелку выходите путь свободен ну естественно когда вы уходите куда-то надолго естественно вы закрываете это все дело на ключ но именно вот в таком бытовом в такой бытовой эксплуатации пришли домой захлопнули за собой дверь она достаточно удобно но в то же время как все не не устаем повторять то есть удобство и безопасность как бы разные вещи есть момент да то есть вы вышли там кто-то позвонил вам в дверь вы вышли как бы прикрыли за собой дверь она там случайно захлопнулась а вы без ключа как бы вы попадаете в ситуацию конечно не очень удачно ну то есть тут надо трезво оценивать свои привычки и так далее ну и наверное вну это фурнитура 100 именно с такой ручкой популярна как раз восточной европе в чехии там очень много дверей коттеджев которые оборудованы именно фиксированными ручками такого плана вот в наших реалиях наверное это все таки больше офисный вариант когда это отличный вариант да когда достаточно много народу то есть и всегда кто-то где-то есть который с ключом и так далее ты может открыть ну скажем так эксплуатация на домашних дверях тоже то есть ну другой вопрос у надо ключ всегда динки или вариант кстати один из вариантов использования этой фурнитуры это установка ее на двери системой контроля доступа совершенно верно да то есть мы помню что применение электро защелок обязывает иметь фиксированную ручку снаружи и фурнитура ростекс как нельзя более соответствует этому требованию то есть и вы можете поставить допустим систему контроля доступа на электро защелки и снаружи кодовую панель и тогда как бы ключ вам перестает быть таким актуальным да то есть вы набрали код и зашли и кнопка изнутри на выход тоже не нужно потому что достаточно да да у вас на нажимная ручка вы нажали повторюсь втянули фалевую защелку дверь открылась и путь свободен и обязательно доводчик до установки на такой и цвет темно-коричневый до применение доводчиков на дверях системами контроля доступа практически обязательно потому что двери за собой сами не закроются без доводчика так двигаемся дальше до города что там ну декор это уже четвертый класс то есть пройдем мы немножко в сторону пройдемся вот тут я брал фурнитуру в руки это фурнитура универсал вот она чем характерно да то есть вот мы там тоже r4 рядом ставим и вы видите разницу между ними то есть по ширине передней планки чем это удобно то есть это кстати была фурнитура и ссср по нашему заказу по заказу сповой компании чехи изготовили на базе r4 фурнитуры но там была такая чашка она была достаточно узко только наружная декоративная часть была широкая для чего это было сделано ну судя по названию то есть это было сделано для замены старых советских замков то есть куча замков которые вынимаешь после них остаются отверстия там в хаотичном порядке достаточно много широко разбросаны чтобы как-то закрыть и отдекорировать была такая сделана фурнитура широкая чтобы максимально перекрыть как бы возможное отверстие вот это скажем так логично логичное продолжение этой фурнитуры но здесь уже бронированная часть растянута на всю ширину лицевой пластины точно также приварен протектор ну вот и здесь вот сделаны два дополнительных отверстия для того чтобы ну именно укрепить в этой части фурнитуру потому что стою с тем же и ссср из-за ее размеров как бы было именно что ну отгибали снаружи наружную часть в районе броненакладки и вот чтобы этого избежать вот сделано именно как раз под 38 из центр да вот по 38 меж центр как броненакладка ставится то есть она отсюда стягивается и тогда здесь получается дополнительные точки крепления да оговорюсь сразу наверно то есть фурнитурах р-4 р-1 р-4 там 802 807 и в этой фурнитуре универсал применяется вообще ну короче во всей фурнитуре ростекс из-за своей массивности как бы ручки достаточно тяжелой и не всякий замок там ими обладает мощные пружины для того чтобы держать ручку горизонтальном состоянии поэтому как бы вся фурнитура оснащена дополнительно своей собственной пружина для того чтобы ручка была горизонтально вот и вот в этих первых трех то есть применяется обычная обычная необычная достаточно сильная пружина которая ставится в ручку и помогает поднимать да эту ручку дальнейшая дальнейшем фурнитуре уже применяется вот такой пружинный блок это тоже дополнительная пружина здесь если там классическая пружина то здесь она такая пластинчатая которая тоже помогает держать фурнитуру в горизонтальном состоянии так да это все третий класс да да это все еще третий класс ну как я говорил то есть четвертый класс это когда у нас появляется третья точка крепления кстати вот этот универсал из этих двух ты 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 не знаешь и на четвертый класс сертифицировали линия не знаю чего не знаю там сам себе задал вопрос сам буду отвечать ну хорошо я тебе пометил как говорится надо будет ответить на это дело дальнейшее развитие так что у нас еще появилась фурнитура астрову это астро астровик 4 астров у нас все есть оздобно очень у нас только не еще r3 есть я копию слушай пока ты вскрываешь рука заняты эти задам каверзный вопрос мы на прошлом вебинаре там достаточно плотно встряли в тему прочности винтов броненотлата биза если помнишь а что тут с винтами если каких какая-то информация там может быть маркировка по винтам твердость порог тут понимаешь как если в дайсике применяется ну стандартные винты которые они не производятся покупают у производителя да то есть то здесь винты по сути они интегрированы за часть конструкции их нельзя назвать да просто винтами то есть я тебе скажу так тут резьба хоть и метрическая но шаг резьбы не нестандартные вот что влечет за собой то есть нельзя взять обычную гайку сюда накрутить она не пойдет и мы еще дойдем то есть удлинители как бы необходимо покупать именно фирменные потому что я же повторюсь шаг резьбы здесь не не стандартный и они тут не указывают конечно прочностные характеристики но надо будет запросить надо будет запросить одно могу сказать точно диаметр восьмерка вот гайка достаточно мощная стандартная вы знаете видите вот по классу защищенности надо будет запросить производителя какой здесь прочностной класс применяется на тестах ломали на тестах ну да ты имеешь ввиду сломали ли винты винты сами винты да я не помню фурнитуры фурнитуры сковыривали а через по моему оставались потому что здесь же винт когда вкручивается он вкручивается наполовину в этот грибок что одну как бы тоже здесь да тут не не ну как бы не не три-четыре витка резьбы то есть тут достаточно много как бы это все держится одно могу сказать наверное это не 12 и 9 и не 10 и 9 ну просто по внешнему виду а вот какой он ниже там 88 или ниже надо уточнять у выровняка так дальше у нас как бы по фурнитуре идут уже навороты по сути декоративные да то есть разработана в последнее время фурнитура rx серия серия фурнитуры rx которая обладает ну скажем так не прессованной чашкой как вот представлены вот фурнитурах ранее да то есть как бы это из пресса сделано эта чашка выдавлена здесь уже броня наружная капсула представляет себя литую литую нержавеющую сталь вот кстати о прочностах вот здесь винты уже идут стороннего выровняка здесь обозначена 8 и 8 я думаю что скорее всего скорее всего это может нам даже что-то подобное да да вот такая вот броня снаружи вино давай наверх покажем она выфрезерована она это ли то я ли то я все да это литье это смотрится гораздо массивнее чем так она и тяжелее вот в руках держишь и подгибаются это все ли то я броненакладка наружная все также все также приварена в гараже до в гараже на коленке до большими двумя черными пятнами наружный диск закаленной стали вот этот который ну в которой собственно вставляется ключ ширина щели универсальная подходит почти под все известные нам типы ключей то есть тот же облой сюда вставляется и здесь кстати в отличие от дайсика и нового нормально работает выставляет облой и на вел и широкие вставляются нового да то есть тут цилиндр подходит достаточно близко к поверхности ну то есть хватает вот этого расстояния до головы ключа чтобы достать а ну я понял вот и вот такой вот дизайн фурнитуры дима сверху снизу вот оттуда вот такой дизайн фурнитуры это у нас в нержавейке все выполнено ну то есть натуральный нержавеющий цвет вот подходит для стилей наверное хай-тек хотя я не дизайнер ну и ручка наш цельная я имею ввиду что она не полая внутри не ну вот эта часть полая потому что сюда квадрат да здесь дальше лицом тяжелый тут как раз сыграет роль наличие пружины возвратной до того что она достаточно массивная и так далее здесь уже идет в комплекте именно пружинный блок вот как я показал это запасной просто такой пружинный блок он здесь вставляется в это внутренней части и поднимает надо открыть некрасиво но они есть как пружины стандартная так и эти они есть отдельно насколько надо да как говорится давно давно сидим много знаем да первое что теряется дату эти самые пружинки вот и тут нельзя сказать что они прям вечные вечные то есть они бывают и ломаются поэтому эти пружинки есть отдельных можно докупить и поменять на фурнитуре вот эти пружинки они находятся в во внутренней ну во внутренней пластине а она пластиковая да то есть она лежит в пластиковом канале и со временем это пружина она металлическая она может выедать как бы пластик пластик да и ломаться то есть и соответственно они есть отдельных можно приобрести вот такая вот такой пружинный блок вот он вставляется здесь вот такие выглядит и соответственно работает вячеслав нам по поводу винтов написал что в 2017 году на испытаниях украинской лекс мастер федерации винты вырывались из внутреннего крепления но не лопнули ну то есть они с внешней части а какая фурнитура ну не знаю вот сейчас вячеслав нам напишет потому что я честно говоря ну не помню ну я подозреваю что те же 88 да то есть вот здесь в рексе я же говорю это уже достаточно стандартный винт и выравник фк е указывает прочностной класс 88 вот это мы говорили фурнитура астро едино астром уже там верхняя часть крепежа она движна для каких сделано верхнее отверстие крепежная ну скажем так не все мы боги и попадаем миллиметр чтобы можно было трошки отыграться фурнитуры ростекс они достаточно чувствительны к качеству установки да отверстия должны быть там друг напротив друга там перпендикулярно по сути вам надо сделать четыре отверстия в одну линию как бы попасть все размером то есть два крепежа квадраты цилиндра да то есть вам надо вот это все совместить вот и для того чтобы можно было там где-то допустить огрех если так как фурнитура стягивается между собой внешняя и внутренняя часть если где-то чуть уж немножко отверстия ну скажем так провтыкали да то при стягивании начинается давление квадрата на квадрат в замке и у вас начинает ручка не возвращаться положение нажимаете она там же остается это верный признак первые о том что где-то внизу где-то затирает до треникулярности параллельность но опять же говорим банальности но постоянно с ними сталкиваемся то есть когда вы вот так вроде все в руках хорошо работает а вы собираете это все на двери она что-то там затирает и как бы не работает а у цилиндр с натяжкой то ручку нажала и она внизу осталось это все говорит о том что где-то именно грехи при монтаже то есть товар не виноват виноват как бы мастер который это все устало тут стоит оговориться что все отверстия надо делать как бы трошки больше небольшим запасом до с небольшим запасом чтобы она была сну достаточно свободно то есть когда вы ставите фурнитуру то есть она у вас должна залететь грубо говоря в эти отверстия они вы должны и впихивать туда потому что когда вы впихиваете это верный признак того что где-то нет соосности и как бы пошло на растяжку а потом вы еще затягивает это дело и совсем перестает все работы также надо обращать внимание чтобы замок стоял сам корпус замка стоял параллельно как бы плоскости двери потому что бывает если он установлен под углом опять же ты ставишь фурнитуру она начинает его выдавливать в одной стороной все должно быть строго параллельно и перпендикулярно то есть стоять а это можно обеспечить только как бы вы вырезами которые заведомо больше чем сам размер а шаблоны есть до шаблоны шаблоны есть у у комплектов вы на буты называется нам пока ты ищешь шаблоны вячеслав нам отвечает что это был росток солид про с сатуронами винтами вот вот такой шаблончик комплекте по сути то есть вы прикрыгнул подразумевается у вас уже замок установленный вы вставляете квадрат в этот замок вешаете на него шаблон да и вот у вас точки для демы вот вот точки центры путь для сверления отверстий под стяжной крепеж и здесь под цилиндр да хорошо что мы вспомнили про шаблон да кстати точки для центрального винта хорошо что мы вспомнили про шаблон и тут цилиндры смотрите почти каждая фурнитура в нашем ассортименте она идет в трех межцентровых расстояниях это дин размер ну дин межцентр 72 миллиметра это итало испанский стандарт и турецкий тоже это 85 миллиметров достаточно распространенный у нас и стандарт восточной европы это межцентр 90 миллиметров то есть практически вся фурнитура у нас есть в трех межцентрах три межцентра два типа ручек move move fix move вот и ассортимент удлинителей для разных толщин двери то есть ну и по цветам естественно там тоже достаточно большое разнообразие вы можете удовлетворить я думаю что практически любой запрос по по этой фурнитуре комплекте также идет инструкция за орнаментом на русском написано и в инструкции показан процесс сборки фурнитуры то есть в растянутом виде видно там нет процесс сборки фурнитуры так что если клиент решит сам устанавливать я думаю что он не ошибется так это мы посмотрели на ой собирать для любителей красоты красоты если такая вот фурнитура удобно что в переводишь севского называют красивые вот вот такая вот красивая фурнитура с орнаментом она есть в разных цветах то есть в данном случае это нержавейка есть в желтом цвете вообще по-богатому вот вот такие вот ручки в комплекте идут вот эти ручки тут надо как бы ну когда фурнитура скажем так мув мув с двух сторон ручки но там значение имеет правая левая да то есть просто переставлять а когда фурнитура с фиксированная ручка вот там уже появляется в связи с такой формой ручки они делятся на правый и левый потому что крепеж тут не универсальный универсальный ну и сама форма ручек она вот трошки такая с вензелями для дверей в которых на которых ставят карточки с какой-то интересной фактурой да да сделано по старину это очень классная ручки они в комплексе очень классно смотрятся не да у нас дверь же стоит дим залез таки с такой фурнитуры в принципе очень-очень даже очень четвертому классу или по r3 пробегимся еще ну rx вот мы начали да то есть rx мы начали вот фурнитура rx она вот скажем так в таком узком дизайне да сколько тут миллиметров это тут был момент циркуль 40 миллиметров до вот такой узкий дизайн вот фурнитуры здесь точно такая же летая плата из нержавеющей стали которая полностью занимает этот объем подвижный верхний винт который позволяет установить исправить какие-то огрехи ну и броненакладка приваренная все теми же двумя точками вот она есть в цвете нержавеющая сталь и есть вот желтенькая желтенькая вообще тут наверно стоит на цвета немножко до зайти на сторону цветов смотрите как мы говорили то есть вся фурнитура в базе изготовлена из нержавеющей стали и дальше идут покрытия разные ну родной нержавеющей родной цвет нержавейки он ясен понятен покрытие хром одно из как бы самых стойких покрытий в мире за всю историю да то есть она это обычный хром хромированная вот вот это желтое покрытие это покрытие называется ну называется это нитрит титана так вот вот это покрытие то есть на которой чехи дают пожизненной гарантии пожизненная гарантия почему потому что это тоже очень стойкая к атмосферу воздействия покрытия это то самое покрытие которое раньше делали золотые зубы зубы ну псевдо золотые зубы да во рту кислотная по моему среда у нас да не щелочная еще разу не помню в желудке кислотная во рту щелочная вот то есть достаточно едкая среда которая как бы ну может съесть что угодно да то есть вот так вот это вот то самое покрытие которые делали раньше псевдо золотые зубы и она очень стойко ко всем атмосферным воздействием и разной степени обработки уже это вот допустим эта фурнитура найдет матовая но видите как матовая то есть матовая но скажем так плоскость матово обработана а торцы идут хромированные изнутри точно также то есть плоскость она именно матовая а торцы и ручки сами они хромированы есть обработка сатин обработка сатин вот тут я шусь не бачу и матовый хром да да вот там уже это обработка химическим способом да то есть нанесение покрытия уже химическим способом если здесь это тип ну как бы щетка очищенная да то есть вот абразив какой-то абразив вот то именно обработка сатин это уже полностью фурнитура обработанная химическим способом и она вся имеет матовый оттенок матово-белесый оттенок цвет как-то не зацепили и то же самое с желтым цветом то есть сатин желтый это точно также химическая обработка химическим способом работка химическим способом ну и переходим шок фурнитуре 4 класса ну вот скажем так классический образец фурнитуры 4 класса это фурнитура декор у меня здесь в руках то есть все та же классическая но здесь не штампованная как в классах ниже фурнитура именно литая литая чашка из нержавейки приваренный наружная броненакладка уже не двумя точками видите а четырьмя точками видно то да да конечно и появляется у нас третий винт посерединке который позволяет стянуть ну дополнительная точка здесь естественно он требует под себя некого технологического отверстия в корпусе замка чтобы это было возможно после того как вы садите это все дело на все положено это вы получаете на выходе фурнитуру 4 класса установлена на ваших дверях классика проверенная годами рекомендую и фурнитура такая который уже идет 44 стандартных винта да то есть которые криви же м8 да да все те же 842 внизу 2 вверху есть возможность установки дополнительных двух вот здесь под броненакладку то есть вот эта фурнитура выдержит но она и на испытаниях по моему участвовала ей по моему только лицо попортили она вообще давно на место не сдвинулась но все-таки в два раза больше точек крепления это чем-то договорит да 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 вот я куму такую предложил он поставил себе хорошая дверь кумана здесь пластинка внутренняя кстати не менее мощная чем и наружная но там даже не два миллиметра толщины запал это тут метр 4 5 у меня есть тангенциркуль эти штангенциркуль у меня есть штангенциркуль ну скажем так вот это основание опять а вот это наружное два ну такая вот беда ты понимаешь вернее наверное это все-таки здесь как-то ставится в общем одна из самых мощных нашем ассортименте фурнитур наверное одна из самых надежных в данном случае она представлена с ручкой fix move но также есть на нажимные ручки с двух сторон если вы хотите предложить клиенту скажем так категоричную безопасность то наверно это хороший выбор будет по четвертому классу у нас все или да наверно все да вот тут новая фурнитура вот в алюминиевом исполнении хотел показать да то есть это вот в принципе база так та же самая скажи мне нержавейка да нержавейка чашка но наружная отделка не нержавейка именно алюминиевая ну вот то есть по защите какой класс пишут про не спресса третье я ну третьими и как бы на стороне упасть и 3 пишут да вот ну а за счет того что здесь еще одна точка крепления то есть вот эта внутренняя чашка она собственно несет всю нагрузка нужна отделка алюминиевая в принципе достаточно интерес как по мне ну такое не нравится не ну слишком после вот этого всего кстати слушай там же у них по моему в модельном ряду есть броненакладка точнее защитная фурнитура и для профильных дверей насколько я помню да не что-то было ну мы проговорили вот rx rx фурнитуру ты как раз отвлекался вот это вот фурнитура шириной 40 миллиметров она может быть установлена на профильные двери и мы сейчас дойдем еще просто отдельные фурнитуры full plastic doors то есть не тоже существует вот но тут по скажем так фурнитура на сплошном щитке манера пробежались полностью вот стоит оговориться о том что есть наборы фурнитуры для на раздельных щитках для дополнительных замков каких-то будет дополнительных да то есть вот в данном случае у меня вот набор в руках фурнитуры которые как бы отдельно ручка отдельно броненакладка вот такая броненакладка эта круглая есть помню такая такие же квадраты это накладная броненакладка лишь знаю это накладная ну то есть как вся фурнитура rostex это накладная фурнитура тут кстати до вича вопрос по поводу врезки я не знаю с каких причин но тут стоит понимать такую вещь что скажем так высота этих ручек она фиксированная да то есть она рассчитана под среднестатистические руки которые как бы работу видно как то есть вот и вот то есть мои костяшки пальцев то есть суставы да не скажу что короткие но в принципе то есть вот я кладу руку и она по траектории заходит сюда вот здесь поверхность двери то есть некий зазор и я нормально себе как бы чувствую там не шкрябаю пальцами не ломаю ногти тогда если вы наружную часть углубить и в укладку на двери вас поверхность двери будет где-то здесь и вот я уже пальцами и суставами я тупо шкрябаю по поверхности двери если она гладенькая будет неприятно если она еще там с какими-то вензелями то можно как бы ссадины такие вопросы достаточно часто возникают часто спрашивают можно ли врезать врезать можно только в эксплуатации это будет как бы не очень как по мне не очень удобно ну и будет некрасиво потому что фурнитура имеет некую конусность ну да и выше ну это надо сделать либо в накладке под этот конус углубления если сделать просто фрезой отверстие под прямым углом ну там будут зазоры которые будут смотреться не очень эстетично вот это отвлеклись ну и фурнитура на раздельных щитках да то есть вот она у меня это вот два таких щит касса обыкновенная ручка качественно хорошая броненакладкой даже броненакладка здесь достаточно мощная конструкция той же нержавейки тут и плюс каленая эта часть винты это шестерки или семерки по моему даже семерки на там что-то нестандартно скорее всего 7 скорее всего 7 семерки да тут нестандартная часть вот чем удобно еще эта фурнитура на раздельных щитках тем что ее можно использовать для реинноваций да то есть есть вот такие вот ремонтные пластины в данном случае запакованы где мы там еще надо будет рассказать про комплект обвинителей просто уже 12 00 ух ты да мы что-то с тобой сегодня заговорились у нас еще про 3 фурнитуры надо рассказать и мы все можем будем будем ускоряться да вот такая ремонтная пластина она эти ремонтные пластины есть под разное межцентровое расстояние в данном случае это по моему 85 миллиметров есть также под 72 и под 90 вот и броненакладка накладывают ну то есть она перекрывает отверстие от старой фурнитуры и сверху на такие броненакладки ну вот такая фурнитура на раздельных щитках кладется и получается очень даже красиво она есть под круглую под ротонду и под фурнитуру квадрум да то есть квадратными броненакладками то есть рекомендуем к использованию я думаю что как скажем так ремонтный комплект это весьма хороший но он перекрывает большую площадь и вероятно что он перекроет от отверстия которые остаются от старого и это еще такое а самое главное что он дает как бы третий класс защиты ну вполне себе прилично ну и тут нельзя не заметить что в принципе фурнитура ростекс есть комплекты для скажем так для дополнительных замков которые идут в одном стиле с основной фурнитуры напомню чем отличается основной замок от дополнительного основной замок на двери один и он снабжен фалевой защелкой ну которая собственно работает под действием ручки вот и кроме основного замка вы можете поставить несколько ну как правило один но обычно можно и несколько дополнительных замков которые только оперируют ригелем и каждой фурнитуре есть в том же стиле в той же серии фурнитура как-то да отлично видно да отлично которая позволяет такую же фурнитуру установить на дополнительный замок по сути это нижняя часть защитной фурнитуры просто как бы да под ними же винтами м8 защитой там со всеми делами тоже броненакладка которая здесь приваренная единственное что нужно применять замок который как бы рассчитан для попадания большой по высоте до небольшой по высоте дополнительный замок они есть под все виды фурнитур по моему если не ошибаюсь то есть ну вот я показал под astro господи да как и astro есть под декор есть под r4 от r4 кстати вот черная под да то есть можно собрать некий комплект горнюня да 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 в одном цвете все в одной форме что будет очень радовать практически ну то есть любой набор нужно собирать появились вот такие вот броненакладки отдельно которые можно применять вот сейчас модные входные двери делают профильщики то есть там неважно даже какой замок то есть на самом деле это фурнитура садится уже не сквозь замок а именно на внешнюю поверхность двери то есть она устанавливается с помощью вот этих двух винтов вставляется цилиндр ну вернее как устанавливается задвигается получается вот такая броненакладка и потом вставляется цилиндр и цилиндр получается держит уже эту броненакладку от срыва да то есть но они как бы друг друга защищает цилиндр защищает от срыва броненакладку броненакладка препятствует высверливанию цилиндра в общем такой дуэт вот из нержавейки очень даже неплохой именно вот для входных дверей ну я же говорю сейчас профильщики вот очень модные двери в подъезды там и так далее то есть когда в мощный замок хорошая броненакладка хороший цилиндров внутри ручка антипаники то есть вот это прекрасный вариант переходим к удлинителям переходим к удлинителям тут же и удлинители и наверно правильный подбор как бы фурнитура двери смотрите фурнитура которая поставляется она как правило ну на коробке указана толщина двери под которую она рассчитана вот ну и допустим от astra да вот который я взял вот здесь на коробке написано толщина двери 40-50 миллиметров то есть длина вот этих винтов она рассчитана штатных штатных до которые будут в комплекте вот эти они рассчитаны по толщину двери вот 40-50 миллиметров то есть когда дверь у вас в этих пределах как бы вопросов нет я вам скажу по секрету что даже на 51 вы сможете на тему на тянутию дома вот но когда это уже 55 и больше то начинается проблема то просто длины винтов как бы вам будет не хватать для этого существуют а такие от фирменные наборы ростекс повторюсь то есть длин винт винты на фурнитуре не с нестандартной резьбой резьба рассчитана на большую прочностную как бы больше прочности было поэтому необходимо применять именно фирменные удлинительные наборы которые можно приобрести также у нас набора идут под разные толщины и спецификации к ним указано в данном случае набор рассчитан на толщину двери на фурнитуру с двумя нажимными ручками с двух сторон потому что для фурнитуры с фиксированной ручкой снаружи и нажимной внутри идет другой квадрат да то есть вот такой с резьбой на толщину двери 91-100 миллиметров то есть вы определяете какая толщина двери у вас будет и соответственно выбираете необходимый набор для удлинения для мув мув или для фикс мув ну вот опять же они делятся для фурнитуры там типа r1 r4 но она также там допустим на астру подходит и так далее либо на фурнитуру по типу rx которая винты немножко другие такой вот и там скользь упомянул что квадрат другой на фурнитуре с фиксированных фурнитур с фиксированным с фиксированной ручкой да ну я думаю немножко протоптаться по нему то есть с одной стороны он просто скручиваю по резьбе во внешнюю часть фурнитуры а с другой стороны представляется с тобой стандартный квадрат на 8 миллиметров куда собственно вкручивается гужоны вот я взял да то есть у него наружная часть там запрессована да это штука ну за за да вот эта часть она вкручивается в наружную ручкой она стоит фиксировано до после того как крутилась внутренняя часть подвижная то здесь вы накручиваете нажимную ручку которая как бы работает независимо от наружно то есть наружно у нас всегда остается фиксировано этот квадрат это различие между мув мув и фикс мув фурнитуры на дверь как бы заключается в том вам необходимо при подборе на дверь учитывать глубину вхождения цилиндра в глубь броненакладки потому что мы имеем у разных производителей разная длина ключа и длина ключа которая вот выступает из цилиндра и до головки ключа которая как правило уже никуда не у вас в пальцах бывает разное расстояние вот это самое расстояние она позволяет как бы играться длиной цилиндра если это расстояние маленькая то эта игра как бы не всегда дополнительно и как правило на фурнитуре ростекс глубина вхождения цилиндров составляет порядка но она по максимуму 17 миллиметров но 15 миллиметров как бы обычно до 100 ну всегда мы при расчетах учитывали что это максимум 15 миллиметров потому что вот я 15 выставил она грузится глубже да то есть она там 17 миллиметров по моему составляет или 18 вот но это будет как бы 18 миллиметров да да то есть ты еще немножко сжал пол оборотами да сделал и у тебя начинает все клинить да вот она вот они 17 миллиметров поэтому при расчетах обычно берется 14 15 миллиметров для того чтобы цилиндр все-таки не упирался в наружную часть броненакладки и то есть это именно игра нам нужно толщину двери симметрию расположения между наружной внутренней частью снаружи добавить к длине цилиндра еще 15 миллиметров изнутри в зависимости от фурнитуры но опять же это в среднем 9 миллиметров то есть толщину двери толщина вот этой декоративной части это 9 миллиметров лучшему до 10 миллиметров чтобы он 9 чтобы было красиво ну ты не всегда попадешь 9 вот стараться надо вот ну собственно вот такие то есть имея допустим дверь толщиной 60 миллиметров нам необходимо купить удлинители для фурнитуры которые перекрывают 51-60 по моему у нас там есть такое сюда подходит и цилиндр соответственно ну предположим 60 пополам да то есть 30 мы добавляем 30 на 30 снаружи мы добавляем 15 миллиметров что мы имеем 45 внутри 30 мы добавляем 9 имеем сколько 40 39 если он будет с тумблером то можно поставить 38 как бы тумблер там будет перекрывать все это безобразие да если это ключ-ключ то конечно лучше поставить там 43 да или какой-то просто 38 шагов более широких пределах мы говорили прошлые разы вот цилиндрах модуляр принципе имея цилиндр модуляр с такой фурнитурой вы можете вообще как бы о размере цилиндра не думать до тех пор пока как говорится до него установить этот и вот теперь и потом уже просто по двери и фурнитуре вы на месте собираете необходимые длины цилиндр пользуйтесь модуляром что там у нас у нас есть небольшое замечание то ли вопрос от вячеслава цитирую замков мало под дополнительную защиту когда будут дополнительные мощные замки это 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 требование это требование да когда будет мощные дополнительные замки наверно так и мило ну имеется ввиду шоу вот эту фурнитуру дополнительные вот он р-3 до р-3 потому что мы говорили что всякий замок сюда зайдет ну да ассортимент достаточно ограничен вот и мало соответственно требует где замки чтобы были моцные под эту форму под эту фурнитуру это уже да это вопрос надо заняться ну это были последние вопросы вот мне тут уже пишут что нам мы слишком с тобой сегодня заговорились поэтому наверное будем закруглять всю эту тему хорошо тогда если говорится вопросов больше нет рады мы были с вами поговорить сегодня в таком формате в таком формате напоминаю все наши вебинары идут записи в дальнейшем паркуется на странице youtube спв компани лтд где вы можете посмотреть их свободное время вот а также за каждого вошедшего на вебинар спв компани лтд перечисляет помощь украинской локс мастер федерации ну на этом все у нас есть подожди пока ты не сказал последнее слово у нас есть добивка от максима пахальчука что есть замечательный замок 4232 достаточно мощный с колькообразным ригелем облой который в принципе можно использовать как дополнительные сейчас померяем да по-моему должен войти там новый корпус у него не очень большой я верю максиму хорошо все на этой оптимистичной ноте наверно мы заканчиваем всего хорошего до свидания до новых встреч всего доброго